Далее в нашем выпуске дайджест муниципальных новостей. Прошу депутатов голосовать, кто за, против, воздержались, единолазно. Сессия объявляется открытой. В администрации прошла 53-я сессия районного совета. В работе сессии также приняли участие глава района Роман Сенеговский и славянский межрайонный прокурор Алексей Долган. В повестке дня было рассмотрено около девяти вопросов. Среди основных – отчет начальника управления экономического развития Юлии Афанасьевой об исполнении индикативного плана развития славянского района за первое полугодие 2019 года, а также внесение изменений в правила застройки и землепользования Маевского сельского поселения. После рассмотрения и обсуждения по всем вопросам повестки дня депутаты приняли утвердительное решение. В Славянском районе прошел семинар развития сельского предпринимательства. Предпринимателям, а также тем, кто только планирует открыть свое дело, рассказали, как организовать успешный старт своего бизнеса, а также избежать типичных ошибок начинающих бизнесменов. Сегодня развитию малого и среднего предпринимательства уделяется большое внимание со стороны власти. Этот сегмент экономики создает благоприятные условия для оздоровления всей экономики страны, развивает конкуренцию, создает рабочие места и обеспечивает более 20% российского ВВП. Поэтому одна из целей государства – создать максимально комфортные условия для развития малого бизнеса, стимулировать людей заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе с помощью таких обучающих семинаров. В районной администрации прошло рабочее совещание по вопросам незаконного оборота промышленной продукции, в том числе алкогольной. В работе совещания приняли участие представители управления по торговле, сельского хозяйства, правоохранительных органов казачества. Ущерб от контрафактных товаров составляет миллиарды рублей, но дело даже не только в экономических потерях. Незаконная продукция небезопасна для здоровья. В ходе заседания участники совещания обсудили проблемный вопрос, касающийся установления фактов продажи несанкционированных товаров, привлечения их реализаторов к ответственности, а также урегулировали межведомственное взаимодействие для повышения эффективности работы в данном направлении и выработали график проведения совместных рейдовых мероприятий. В следующем году наша страна отметит 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к этой важной дате уже началась. В поселениях района ведется ремонт и благоустройство памятников и мемориальных комплексов, посвященных солдатам Победы. Большой объем работ будет выполнен на мемориальном комплексе в Хуторе-Барониковском. Из-за ветхого состояния памятника будет полностью реконструирован весь мемориальный комплекс. Закончить все работы планируется в начале следующего года. Каждый год 30 октября на Старом кладбище Славянска на Кубани проходит поминальная служба. Проводится она в память жертв политических репрессий. На мероприятии присутствовали пострадавшие от политических репрессий и члены их семей – казаки. Памятник жертвам политического террора и голодомора 1930-1933 годов в нашем городе был установлен более 15 лет назад. По воспоминаниям очевидцев, станица в годы репрессий практически вымерла. Погибших по несколько десятков человек в день хоронили именно на этом месте. В память о погибших участники акции возложили к мемориалу цветы и зажгли поминальные свечи.